Продолжаем рубрику «Нехер сидеть дома» и отправляемся в доселе мне неизвестное место. Я о мероприятии, которые там проходят, тоже ничего не слышал. Ориентировочка прилетела буквально вот в притык. А что думать? Ноги в руки и вперед. Тем более вход свободен. Кого я превратился? Остановите меня. Блядь, красотища какая. Блядь, ну выбрал отличную, конечно, локацию. Записывать голос, да? Ветрище дует, как я хуй знает где. Ну, ладно. Я уже много раз говорил, что тусовка стикер-бомбинга и вообще стикеров, она не такая уж и большая. И, как правило, на такие мероприятия ходит один и тот же контингент. Ну, это и прикольно, потому что есть как бы место, где потусить всем вместе. Это даже плюс с одной стороны. Ну, мне так кажется. Ну, то есть не шарахаться где-то по подворотням, да? А уже такая тематическая локация, где можно вот вместе с всем собраться и поболтать. А можно посильнее подуть. Смотрите, как красиво, блядь, охуительно. Ну, вот о чем я, собственно, и говорю. Плен уже вовсю работает. Что ты тут делаешь? Ну, смотри, я... Взработанный на команду. Я так и понял сразу, с первого раза понял. Важное замечание – красит артоном. Вот, рисую скетч. В рисунке вот так вот получилось. О, прикольно то, что у тебя здесь скетчик. Ты заморочился, молодец. Кто не видел, на канале есть интереснейшая вылазка с ним. Можете позырить по подсказке. Но только после того, как добьете этот вылаз. Ивент проходит в баре Панк Фикшн. Хоть и баром его назвать, язык не поворачивается. Дальше поймете почему. Сегодня это галерея. И место, где будут проходить разные активности. Включая лекции и аукционы. Самое прикольное – то, что есть люди, которым нравится их проводить. Одна из таких активисток – Софа. Как-то и я проводил мастер-класс на одном мероприятии, которое она собирала. Вещал о том, в чем разбираюсь. На простеньких трафаретах рассказываю основные принципы этой техники. И не только. В первую очередь это тусовка. И делаю я это с удовольствием. Находя те моменты, которые мне доставляют. А когда хорошо мне, я могу поделиться этим состоянием с другими. Только так. Исключительно в этой последовательности. Нельзя налить воду из пустого кувшина. Это основной принцип, на который нужно обратить внимание в таком деле, как передача информации. У меня скоро про тебя там целый выпуск находится. Сейчас только не снимаю. Да я не снимаю, я не переживаю. Ну, здесь просто все собрались. Те, кто и бомбит, и сюда светит. Не, я лично за стрит-арт, правда. У меня последняя работа – это были стрит-арты. Уже хуй знает, где их найти, правда. Мне всегда нравятся на мероприятиях какие-то подобные активности, типа мастер-классы, либо что-то такое, куда можно вписаться, ну, и чем-то заняться. Потому что, ну, постоянно с кем-то стоять, болтать – это, ну, выматывает. Тем более художники – такие персонажи. По большей части интроверты. И долго с ними не разговариваешь. А когда вот вместе все сели и чем-то заняты, это тоже своеобразный вайб. Я люблю, люблю, всегда вписываюсь, если есть такая возможность. Сережа, привет. Здравствуйте. Ты что же, знаешь меня? В смысле? Да. Здесь такой диайвай, я думаю, ты должен как раз… Мне об этом не пояснили. Были, правда, вопросики по организации. Ну, типа, кто будет развешивать работы художников, что-то в таком духе. Ну, по названию бара и по атмосфере происходящего. Думаю, сразу все понятно. Каждый сам следит за собой. По-моему, это нормально. Тем более, насколько я понял, что собрал ивент вообще один человек. Да, спасибо. Ну, а вот о чем я и говорил. Согласитесь, не в каждом баре можно увидеть рампу для скейтбординга. Причем видно, что рабочие, не декорация, на ней катают. Плюс еще две музыкальных сцены. Одна здесь и другая на улице. На улице. На улице выходит. А это, собственно, и сам организатор. Как говорит, что поволонтерил какое-то время на подобных мероприятиях. И понял, что и сам в силах организовать что-то подобное. Можно у тебя пару вопросов спросить? Слушаю, да. А это у тебя первый ивент был? Да, один из первых ивентов, которые я устраивал самолично. До этого я обычно помогал людям в организации и вентаку сейчас и наделал свои собственные. На графике мальчик, поэтому решил позвать всех своих знакомых и людей, которые занимаются графике искусством. Слушай, а касательно аукциона, что там? Смотри, насчет аукциона. Он будет проходить после дирижейского сета в районе 7-30 часов. На этот аукцион будет выставляться в лотере. Это, например, личная вещь художника, таких картинок, которые можно увидеть на первом-втором этаже. Те работы, которые будут продаваться, они тут выставлены? Да, некоторые есть такие, но это пока что секрет. Что будет уставляться на аукцион? Как сам будет проходить аукцион? В целом, понимаешь. И в целом все. Единственный есть нюанс в том, что из того, что у нас это первая попытка аукциона, особенно в фестивале, оплата будет происходить, к сожалению, сразу. А так, в целом, что же? Для тех людей, кто любит коллекции собирать, либо просто-напросто графики искусства готовы подбирать свою любимую художницу, лучше сделать подобную вещь. Вот все. Спасибо. Тебе спасибо. Чем больше таких локальных мероприятий, тем лучше. Вот мне кажется, если у вас есть какая-то такая жилка и потребность, может быть даже не потребность, а желание попробовать что-то такое организовать, не бойтесь, пробуйте. Потому что, на мой взгляд, это не так сложно. Ну, сделать какой-то такой не совсем большой фестивальчик, такой вот местечковый, да. Не сложно, но как раз вы можете открыть себе какие-то новые таланты. Например, вы, может быть, отличный организатор, но об этом нихуя не знаете. А надо попробовать и открыть себе это. Может быть, ваше. Может быть. Может. может. Поэтому, о чем говорю. Если есть силы, желания, вписывайтесь, договаривайтесь с каким-нибудь барчиком, раскидать объявление это легко и какой-нибудь вход. Ну, там, для начала можно бесплатно, а потом по соточке, в принципе, потом аренду можно отбить и сделать это на регулярной основе. Делюсь бесплатной бизнес-идеей, так что записывайте. Я заметил, что коллажирование, как затея, довольно здорово набирает популярность. Ну, о чем говорить. Мы сами с друзьями, когда собираемся, любим поклеить коллажики. То, что у нас получается, я выложил в телеге. Ну, предупреждаю сразу там дрыжать. Не парься, я лежу твое лицо. Я услышал. Спасибо. Это друзей всегда. А мне? Давай, доставай свой шопер. А мы не друзья. Мы вон с ними дружим. Не рушь мечты других людей, иначе они разрушат твоих. Да. Художник несостоявший. Слушай, отличная идея. Только вот такой смысл. Без каких-либо наклонностей и взглядов. Поясняю. Принт – это одна из картин Гитлера. С припиской «Не рушь мечты других людей, иначе они разрушат твои». В бесконечной череде одинаковых кереков найти что-то осмысленное вдвойне приятно. Высказываю чисто свое, субъективное мнение. Вообще, для каждого проявления найдется свое место и зритель. Порой спрос на наивное искусство значительно превышает потребности владеть чем-то таким со смыслом. Ну и маркет на месте. Куда без этого. Кстати, вполне рабочий способ для реализации своего творчества. Расскажите, это вы видите вы снимаете? Это на России один будут показывать, да? Можно вот маме передать привет папе, бабушке, дедушке. Да на, держите. Это вы? Побродив по подобным мероприятиям какое-то время, я заметил, что большой популярностью пользуются такие специально подготовленные споты. Контингент собрался творческий и каждый желает внести свою лепту. Всеобщую пестроту. На это нужно сделать особый акцент. Организовать местечко можно малой грудью. Фанера или, как здесь, баннер. А потом комбуху со временем можно продать. Мало ли там отметится какая-нибудь восходящая звезда русского стрита. Коммерческие идеи так и пррут одна за одной. Ну что такое, а? Короче, нечего рассиживаться. Дела не ждут. День длинный. Я бы с удовольствием остался до конца. Посмотрел бы аукцион, лекции. Ну, дела делишки. И поэтому надо было уехать раньше. Многое пропустил. Ну, не всю коту у масленицы, правильно? Так что, как есть, так есть. То есть, какой месседж опять же, да? Да никакого. Главное, лайк поставить и комментарий написать. А что вам повторять приходится сто раз одно и то же.